В США перечислили секретные объекты на пути Ту-214 «Он». Как ранее сообщалось, РФ отправляет один из двух своих разведывательных самолетов Ту-214 «Он» в Соединенные Штаты в соответствии с договором об открытом небе. Его запланированный маршрут привлек внимание американского издания «The Drive», которое перечислило возможности, открывающиеся перед российскими военными. Менее месяца назад более старый самолет Ту-154 «Он» пролетел по маршруту, который, помимо прочего, коснулся секретных летных испытательных объектов в зоне 51 и полигона в Неваде. На этот раз маршрут будет пролегать вблизи целого ряда американских объектов, имеющих чувствительное значение для безопасности страны. Российский самолет взлетит с аэродрома Реус-Кранс, штат Миссури, который является идеальным местом для ведения разведки, учитывая его центральное расположение в Соединенных Штатах. Так считают американские журналисты. Примерно в 160 километрах в юго-восточном направлении находится база ВВС «Уайтмен», на которой базируются стелс-бомбардировщики «П-2А» «Спирит». В пределах досягаемости расположены и другие базы стратегов. На базе ВВС «Ад» в соседней Небраске находится штаб-квартира стратегического командования США, в том числе новый бункер управления «55-е крыло ВВС США», которое контролирует большую часть самолетов-шпионов АСИ-135, а также других узкоспециализированных машин, таких как командные пункты «Конца света» и «4Б» «Найтвотч» из материала. По всей видимости, не обойдут своим вниманием русские места дислокации МБР в Монтане, Северной Докоте и Вайоминге. В пределах досягаемости Ту-214 он будет находиться в Форт Худ в Техасе, одна из крупнейших баз армии США. Центральная часть Соединенных Штатов покрыта многочисленными военными объектами, которые могли бы заинтересовать Кремль. Отмечает издание. Хотите информации покупайте спутники. Данный материал привлек внимание комментаторов, многие из которых достаточно сдержанно и иронично отнеслись к российской миссии. Сердечно приветствуем наших русских друзей и наслаждайтесь гостеприимством нашего прекрасного воздушного пространства. Они могут пролететь над моим домом, если захотят. Я отправлю подругу за город на Гишом. Просто учтите это, товарищи. Добро пожаловать в Америку. Мы уже попросили их, самолет, помочь найти Рудбадер Гинсбург, пропавший без вести судья Верховного Суда США, находившийся в конфликте с Дональдом Трампом. Я думаю, что США нечего скрывать от этих рейсов. Заинтересовать могут полдюжины надувных бомбардировщиков ПИИ-21, оставленных на взлет на посадочной полосе Грумлейк, аэродром в зоне 51. Если русские хотят получать сведения, они могут вкладываться в сборы информации со спутников, как это делают США. Если они хотят играть с большим мальчиком, тогда они должны оплачивать большие счеты мальчика.